Я отключил запись. Окей, друзья, всем доброго времени суток. Добрый день из Нью-Йорка. С вами Руэн Хаскин. И у нас с вами программа «Точка зрения». А, соответственно, в Израиле, в Москве сейчас вечер. И я рад приветствовать нашего замечательного гостя Кирилла Пефформана, доктора исторических наук. Кирилл, рад тебя приветствовать. Взаимно, взаимно, да, 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 совершенно взаимно. Ты сейчас, я так понимаю, в Израиле, в Бейчемише? Да, в Святом Граде Бейчемише. В Святом Граде Бейчемише. Очень рад тебя видеть. Лично мы с тобой не виделись уже довольно давно, но периодически получается общаться. И у нас с вами сегодня довольно интересная тема, которая, собственно, в общем-то, это твоя, конечно же, тема. Ты у нас специалист по исследованию катастрофы. И сегодня мы поговорим о, может быть, не самой простой теме на самом деле. Как мне кажется, ей уделяют, в общем-то, не так много внимания. Сегодня мы, может быть, коснемся причин, почему это происходит тоже. Это тема коллаборационизма. И, ну, прежде чем мы начнем тему коллаборационизма, наверное, все-таки будет правильно, если ты немножко расскажешь о себе и вообще, почему ты начал заниматься исследованием катастрофы. Почему именно, так сказать, вот эта тема? Добрый вечер всем. Добрый вечер, Ровен. Большая, я бы сказал, творческая удача, что есть возможность высказаться вообще, а на эту тему в частности. Я бы сказал, вот, с этой невероятной ситуацией, в которой мы все оказались, называется, с паршивой овцы хоть шерстикло, хоть, видите, можно обернуть и ее в свою пользу. И слава Богу, что есть такая возможность. Я, так сказать, как бы обычный советский еврей, родом из Москвы, и мои все родственники, конечно, были, имели отношения к Холокосту, на оккупированных территориях никто не жил. Слышно меня нормально сейчас? Прекрасно. Вот, честно говоря, когда вы берете микрофон, то лучше, но... Все понял, буду брать, буду брать. Не буду каждый раз-то говорить. Буду стараться. Воевали, воевали. Ну, я думаю, первый раз вот такое большое впечатление на меня произвело такая маленькая семейная история. А двоюродный брат моего дедушки оказался в плену. Был красноармейцем и был взят в плен. Оказался в лагере для военно-пленных в Польше. И там несколько раз выдавал себя за караима и тем спасся. Потому что это был способ объяснить обрезание. Немцы знали, что уже в то время, что караимов не трогают. По крайней мере, в том лагере знали. И тем не менее, жизнь была, видать, в лагере даже для простых советских военнопленных такая хорошая, что он несколько раз бежал и третий раз бежал. Он вместе бежал с русским, русский парнишка. И дошли они до какого-то польского хутора. Вот эта семейная история одна из тех, на которых я был воспитан. Одна, соответственно, изба. Поле, на которой ничего нет, кроме огромного стога сена. И мой родич советует своему товарищу, говорит, сейчас придет поляк, давай его грохнем. Потому что ведь он сто процентов приведет немцев. Он говорит ему, как можно? Ведь наши братья славяне, у нас враг один. Ну, вот как-то вот в этом споре не смог мой родич убедить, что не у всех славян один враг. И через некоторое время действительно появился поляк. Они ему, так сказать, на пальцах объяснили, кто они и что. И так, в общем-то, было понятно. Полосатые робы и, так сказать, и прическа соответствующая. Объяснили, что только хлеб, млеко и сразу уйдут. Тот сказал, что надо пойти подоить корову. Время. Ну, и уходит. В этот момент родич мой убедил все-таки своего товарища спрятаться в этом огромном стоге сена. Потому что мало ли что. И через некоторое время польский крестьянин действительно вернулся. И не один. Пришли немцы. И единственное место, где можно было спрятаться на этом огромном поле, это был тот самый стог сена. И народ, немцы народ дотошный. И все сено искололи ружьями со штыками. Вот моему родичу штык вошел в глаз. А когда выходил обратно, стена кровь стелилась. Он не вскрипал. Может, сознание протерял. Я не знаю. Вот. На этом эти немцы удовлетворились. Видимо, решили, что ушли эти русские. Потом они вернулись, кое-как доковыляли к своим через линию фронта. Очень хорошо, что вернулись двое. Каждый мог засвидетельствовать друг за друга перед советскими властями. И потом вот только семейная история говорит, что когда они вернулись с Красной армией в Польшу, вот они нашли тот хутор. Это к вопросу о коллаборационизме. Тех, я бы сказал, первых ростков, первых историй, на которых я был воспитан. Сумира, вышесказанная, я думаю, для меня это такая возможность проявить еврейский национализм, если хотите. Не давать остыть тому самому. Кто-то проявляет это, уходит в религию, кто-то уходит в другие какие-то формы. Я не знаю, помогает народам Африки. Для меня вот такая форма, может быть, устаревшая, может быть, голубная, не знаю. Вот так. Ну, кстати говоря, уходу в религию это тоже не помешало. У тебя и то, и другое благополучным образом. Ну да, 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 можно совместить. Хотя, вот, как бы, Холокост, как бы, мысли о той войне, они предшествовали тематически в религии. Да, рассказ, конечно, непростой и, можно сказать, такой вполне личный подход к теме. Ну, я знаю, что ты преподаешь сейчас на кафедре истории Еврейского Ариэльского университета в Ариэле. Не все те, кто находятся в Израиле, знают, где находится Ариэль, но нас, может быть, сейчас смотрят люди, которые находятся в других частях цвета. Они могут не знать точно подробности, так сказать, местонахождения. И вообще такой вопрос, в принципе, к исследованиям темы катастрофы в Израиле и та специфика, которая есть в Ариэльском университете. Какие темы вызывают наибольший интерес у студентов? И вообще, на твой взгляд, в чем специфика преподавания темы Холокоста в Израиле и, ну, может быть, более конкретно, там, где ты преподаешь в Ариэльском университете? Хороший вопрос. Вообще, конечно, есть разница, что кому интересно слышать. Когда рассказываешь, в принципе, по большому счету, по моему наблюдению, каждому хочется услышать о своих. Что мы делали вот в той войне? Когда преподаешь в России, вот, скажем так, преимущественно русскими аудиториями, интересно слушать, что делало русское население в то время. Когда преподаешь, я не знаю, в Германии, немцам интересно слушать вот про немцев. Конечно, безусловно, всем, я бы сказал, завидимым исключением немцев хочется слушать хорошие истории про хороших парней, которые выручали евреев, несмотря ни на что. И когда, в этом заключается, в общем-то, особенность преподавания Холокоста за границей, я бы сказал, непропорциональный упор на праведников и прочих спасителей евреев. Ну, с педагогической точки зрения, вероятно, правильно, но в историческом плане, конечно, это не отражает действительность, потому что, так сказать, не все были праведниками. В Израиле очень высокий уровень, я бы сказал, такой самокопания и биения себя в грудь и причины, вот, кто виноват. Естественно, значительное количество еврейской аудитории полагает, что это мы сами виноваты. Я бы сказал, несколько это коррелируется с религиозностью. Вот, так сказать, чем больше уровень религиозности, тем больше часто, не всегда, люди полагают, что причина вообще вся в нас. И мы что-то сделали не так, отклонились от пути или, и вот, соответственно, наказание, которое нас настигло, вот, в такой форме. И вообще, вот, я бы сказал, в Израиле немножко меньше интересуется тем, как вели себя другие народы по отношению к евреям в период Холоконства, потому что и среди религиозных, и среди светских существует некий консенсус, что вели себя нехорошо. И, собственно, когда ты говоришь, чтобы вот там убивали, а здесь резали, а здесь вначале линчевали, мало кто удивляется. Ну, разве что, можно сказать, вначале линчевали, как любопытно, а мы думали, что сразу резали. И вот, собственно, на эту тему дискуссии. Значительно больше упор в Израиле на поведение самих евреев в период Холокоста, до Холокоста, почему так, что сделано неправильно, может быть, какие-то выводы. Что сделать, чтобы это не повторилось, конечно. Исключительно важная тема в Израиле. По вопросам общественного мнения, значительное большинство еврейского населения год из года продолжает пребывать в уверенности, что Второй Холокост совершенно возможен. Поэтому тема, я бы сказал, имеет, в отличие, скажем, от многих других народов, совершенно такой практический выхлоп, что надо делать, где ошибка, как не наступить на те же грабли, если вообще вот так можно делать. Ну и учиться, учиться из того, что сделано. Как не проглядеть. А есть ли какая-то специфика преподавания вот именно в Израиле? Учитывая, что Израиле находится на территориях и есть определенные, так сказать, видимо, свои специфические вещи, связанные с Израильским университетом. Есть, конечно. При прочих равных более высокий процент религиозного населения, вязаного, вязаные кипы. Вообще в немалой степени у университета есть, так сказать, заслуженная репутация такого поселенческого университета. Не потому, что университет так этого хочет, он, может, хотел бы себя позиционировать как такой общий университет, но очень многие поселенцы считают, что это наш университет, его надо поддержать и надо там учиться и так далее. Поэтому достаточно высокий процент, я бы сказал, религиозного населения, достаточно националистически мыслящего, то есть не космополитически, а националистически мыслящего. И вот этот элемент самокопания, он достаточно высокую, большой роль играет. Где ошибка? Что сделано? Что сделано не так? Почему и как, соответственно, не допустить повторения? Есть, конечно, и надо сказать, что в Ириэльском университете существует преподавание холокоста, оно, в принципе, существует и во многих других университетах и колледжах Израиля, но там оно позатухающе, может быть, за неким исключением Бары Лана, который тоже такая, я бы сказал, белая ворона. А в других университетах, я бы сказал, есть некий такой консенсус, на мой взгляд, что холокост и как бы излишнее педалирование темы холокоста способствует ненужному росту еврейского национализма. Это очень интересно. И дальше уже идет деление правое-левое, вот нужно ли это, не нужно ли это. То есть, получается, что даже эта тема уже во многом в Израиле политизирована. Да, 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 при этом никто прямо так сказать не может, потому что все хотят вот в русле, так сказать, вот этого консенсуса остаться, но де-факто интерпретируется политика не слова, а политика, можно ее интерпретировать именно так. Причем, ну, конечно, в кулуарах это прямо говорится. Я понял. Но давай все-таки вернемся, мы заявили тему коллаборационизма, давай вернемся все-таки к коллаборационизму. И, ну, в годы войны это коснулось, можно сказать, что это коснулось не только отдельных, так сказать, товарищей, частных лиц, то, что мы называем, но коснулось и бизнеса. И как вообще это происходило? В какой форме? Почему это происходило? Да, из как бы из моих тем, которые я, так сказать, в последние годы открыл, и у меня первое мое образование бухгалтер, я бухгалтер по профессии, и поэтому, вероятно, вот это проснулся интерес к этому. Совмещение одного и другого. Совершенно верно, да. Казалось бы, это большая неизученная тема в немалой степени, потому что речь идет про, скажем, в отличие от единого государства, у которого, может быть, есть единые архивы, хоть, может, они и разбросаны по разным местам. Совершенно огромное количество разных организаций, институций, агентств, бизнесов малых, средних, после войны они 10 раз поделились, были проданы, перепроданы, и определить, как, почему люди вели себя в то время достаточно сложно. Ну, и, соответственно, с другой стороны, это, так сказать, невероятно интересно. В целом, если мы будем говорить, скажем, про нацистскую Германию, основоположницу вот этого процесса, то достаточно большая автономия была у бизнеса, особенно у крупного. Конечно, скажем, вот у простых лавочников, которые, может быть, являлись опорой нацистской партии, они, так сказать, особенно у них не было такого большого пространства для баневра. А бизнес, особенно большой у него, как бы на него оказывалось известное давление, но именно что известное, а в 30-е годы очень большая автономия была. И, скажем, в отличие от того, что можно было бы предположить, что происходит в классическом тоталитарном государстве, когда вот там вождь стукнул по столу и сказал, вот все, теперь будет так. Совсем там было не так. И была некая такая попытка, достаточно успешная, кооптировать бизнес. И было, и поэтому вот соображения, которыми руководствовался бизнес, они отличались от соображений простых людей, простых лавочников. Какие это были, в чем было их отличие? Тут вот размышления, изучение этой темы привели меня вот к совершенно такому неожиданной категории, которая называется честь. Вот честь, которое, слово, которое, в общем-то, практически исчезло из лексикона современного человека, когда вы листаете словарь и ищете слово «честь», рядом с ним пишут «арх». Это архаическое слово, которое, в общем-то, обычно характеризует поведение недобитых дворян. Вот, ну и можно почитать об этом в классической литературе, где вы сейчас услышите про честь? Ну, архаизм чистой воды. В современном мире в некой такой специфической форме честь выродилась и присутствует в таком понятии, как репутация среди деловых людей. И у этой темы есть непосредственный, я бы сказал, выход на Холокост. Дело в том, что когда в 30-е годы немецкому бизнесу большому и среднему предлагалось участвовать в разделе еврейского, в рездейского имущества, речь идет о колоссальных деньгах, надо сказать. Например, одних банков в Германии, еврейских банков в Германии в 35-м году было аж 500. Не все были крупными, но даже не крупными можно было неплохо поживиться. О чем думал, так сказать, совет директоров того банка, или если банк был в частном владении, непосредственно владелец? Он думал, что, конечно, это возможность. Это деловая возможность, можно подзаработать, можно, например, устранить конкурента. Здесь вещь, безусловно, хорошая в любые времена. С другой стороны, это немножко нехорошо пахнет, потому что это как бы нечестная деловая практика, потому что вот так никогда не делали раньше при помощи государства устранять конкурентов. Причем было уже понятие, что, в общем-то, можно взять это практически из-за бесценок. И когда вот, то есть, в общем-то, с одной стороны, деловая возможность, а с другой стороны, это такой плохо прикрытый грабеж. Чем больше, более серьезный был бизнес, тем большую роль для него это играло. Это, так сказать, уже немножко далеко от чести. Но большой бизнес он считал ни на год, ни на два, он считал на десятилетия, если не на больше. Какими соображениями он руководствовал? Что сейчас я могу подзаработать, отняв этот бизнес. Причем, конечно, существовала масса форм, когда ты не прямо забираешь, а через подставную фирму, третью, четвертую, так, чтобы следов-то не найти. Но, например, у тебя есть отделение в Нью-Йорке. И если это станет известно там, это может быть нехорошо. Другой вариант, у тебя сейчас может быть не быть отделения. Но, может быть, ты планировал через 10 лет его открыть. Когда это дело вскроется, а все знали в Германии, что, естественно, американский бизнес, особенно банковская его часть, контролируется и время. Это, конечно, стереотип, но достаточно широко распространенный в Германии. То, что я говорю, все знают, конечно, надо относиться к этому соответствующе. То есть ты зарабатываешь сейчас, но ты можешь потерять неизвестно когда, и будет нанесен ущерб твоей репутации. Ты станешь, в котором не чисто такой бизнесмен, который руководствуется деловыми соображениями, а человек, который причастен к этому режиму с его такими не вполне законными практиками деловыми. Теперь дальше, так сказать, начиталась чисто деловая калькуляция. Сколько лет протянет этот режим? С одной стороны, чем дальше, тем больше. В 30-е годы национал-социалистическая Германия выглядела все солиднее и солиднее. О себе они говорили, что это тысячелетний рейх. Ну, это, конечно, было некое преувеличение. Деловые люди, отродясь в такими категории, немыслили тысячи лет. Но если ребята так будут дальше шагать с такой же скоростью, конечно, они могут поднять под себя все. Но подомнут ли они под себя, например, Америку? Это вот деловые люди вынуждены были все учитывать. Тут, скажем, фактор деловой репутации, а именно прибыль, убыль. Прибыль сейчас, а убыль через 10-15 лет. Чем больше, тем более серьезный бизнес, тем больше миллионов за них стоит, тем больше приходится это учитывать. И поэтому немалое количество таких серьезных, настоящих серьезных бизнесов, они до самого последнего момента не участвуют. Иногда вообще уходят от участия в разделе еврейского имущества не потому, что они, так сказать, там большие, так сказать, любители евреев, а исключительно деловой подход. Потому что никто не знает, когда и с каким результатом закончится эта битва. Это вот вкратце о, так сказать, бизнесе, холокосте. На самом деле там есть большое очень деление. Например, банковская сфера. Это одна банковская сфера была наиболее симпатизировала, я бы сказал, к евреям. Евреи были наиболее интегрированы в немецкую банковскую сферу. И антисемитизма там практически не наблюдалось. Деньги, они вообще, я бы сказал, носят такой космополитический, космополитичный характер. А, например, в тяжелой индустрии немецкие евреи на дух не переваривали. И там, так сказать, антисемитные антисемитики были. Вот, так сказать, вкратце большая отдельная тема. Ну и вот то, что вот время от времени, десятки лет после войны приходится немецкому и другим бизнесам расплачиваться за это, это, в общем-то, сейчас даже в этих кругах воспринимается как деловая ошибка, которая была серьезная, которая была сделана в 30-х годах. Как прадедушка неверно оценил ситуацию, сейчас, так сказать, правдукам приходится расплачиваться. Ты знаешь, это очень-очень интересная тема, вообще говоря, пересечения вот таких чисто деловых соображений и соображений морально-этических. Мне кажется, во многом вот в фильме «Список Шинглера» это тоже показано и тоже имеет отношение к теме, которую ты сейчас затронул, в общем-то. Бизнес-решение, которое в итоге перерастает во что-то другое. Тема достаточно интересная. Ну, давай сейчас поговорим немножко, может быть, о том, что нам ближе, о ситуации в Восточной Европе. И, ну, сейчас мы знаем, что эта тема тоже во многом политизирована. Мы можем вспомнить, с одной стороны, наверное, сейчас много говорят о Беларуси. Беларусь сейчас у нас снова в новостях в связи с тем, что сегодня происходит. Но во время войны мы знаем, что сотрудничество с врагом на территории Беларуси происходило существенно меньше, чем, например, на территории той же Украины или Балтийских стран. И сейчас этот аргумент часто очень используется в политических целях, в том числе путинской пропаганды, как мы знаем. Но вообще, учитывая, что Балтийские страны и Западная Украина были, в общем-то, присоединены, то есть, по сути, захвачены Сталиным перед самой войной, вообще вопрос, насколько здесь корректно говорить о коллаборационизме, но все-таки вопрос, в чем, на твой взгляд, причина того, что вот существует такое серьезное отличие между, например, Беларусью и Украиной или Беларусью и Балтийскими странами? И вообще, насколько корректно здесь говорить о коллаборационизме, когда мы говорим вот о такой ситуации, как вот сначала захват Советским Союзом в 1940 году, а потом, соответственно, приход нацистов? Ну, конечно, там все перемешалось, безусловно. Я бы сказал, что вот такое глобальное замечание, коллаборационизм. Германия была, ну, как сказать, относительно, немцы были относительно небольшим народом, а претензии у них были всемирного масштаба. Чтобы контролировать такую гигантскую империю, нужно было масса надежных людей. Собственно, немецкое население со всеми, так сказать, вот, фольксдойчами, то бишь немцами, которые проживали вне пределов Рейха, ну, может быть, 90 миллионов с мелочью. А контролировали они совершенно гигантские территории. Поэтому у них совершенно не было никакого другого выбора, кроме как опереться на местное население, на местные кадры. Вопрос, что предложить местному населению, вот, почему люди пойдут сотрудничать. В каких-то местах они плавно интегрируются, вот, существующие администрации, например, в Западной Европе, Голландия, классический пример. В каких-то местах, например, советские территории, администрация создается с нуля. Советская администрация ломается, вместо нее создаются абсолютно новые структуры. Где-то эти структуры пользуются популярностью, особенно в начале. Где-то они пользуются большей популярностью, где-то меньшей. При прочих равных, конечно, на советских территориях это колоссальным образом связано, в общем-то, с тем, как местное население относилось к советской власти. И насколько, скажем, оно вкусило от советской власти, пострадало от советской власти. Сколько лет они вообще жили при советской власти, насколько они советизировались. Еще-то, я бы сказал, такой немаловажный фактор – экономическое положение. Белоруссия, она бедненькая была по восточноевропейским меркам. И, собственно, и Российская Федерация была бедненькая. Украина, особенно западная, была сильно побогаче. И в этом смысле советская власть была ближе к бедным людям. Это еще со времен революции осталось. Она больше могла дать бедным, потому что она забирала у богатых и давала бедным. И поэтому некий, я бы сказал, уровень советизма, веры в советскую власть, он был существенно выше в таких местах, как Советская Россия, Советская Белоруссия, Советская Россия за исключением Юга России. Это отдельная история. Западная Украина, Западная Белоруссия, Западная Прибалтика, ну, их, конечно, скажем так, не успели переварить, безусловно. То есть советская власть за сколько там, полтора года, которая где-то меньше, которая находилась, она друзей себе создала мало. Тем более, поправь меня, если я не прав. Насколько я помню, депортации, которые прошли, например, в балтийских странах, они же прошли непосредственно перед тем, как туда приходят немцы, буквально, по-моему, за неделю или за две до прихода немцев были последние депортации. Нет, это последняя волна. Вообще надо сказать, что, конечно, советский подход к изменению профиля этих населений, он был рассчитан на очень долгосрочный процесс. Население, как бы, враждебные элементы должны были исчезнуть. Вместе, постепенно территории должны были быть переваренные, так сказать, стать советским по профилю населения. А вот, кстати, в Белоруссии, если я правильно помню, по-моему, не было депортации там, да? Ну, в Западной Белоруссии, насколько я знаю, если было, то есть по самой мелочи, вот, так сказать, очень-очень мало. Связано с тем, что, собственно, не было такого национально-националистического движения в Западной Белоруссии, которое всегда привлекало внимание советских органов. Ну, вот я хочу сказать, советские органы безопасности, которые занимались депортацией, они, кроме последней депортации, они депортировали, в общем-то, по классовому признаку. Прежде всего, богатеев, прежде всего, полицейский, жандармский аппарат предыдущего режима. И только в последнюю самую депортацию, которая, хотя и была немаленькая, они добрались до националистов, которые, как оказалось, и были, скажем, опорой, опорой, скажем, новой немецкой власти, опорой сопротивления, основой сопротивления, ну и, конечно, костяком, так сказать, антиеврейских сил и структур, которые будут созданы потом. Поэтому, с точки зрения, скажем, советских властей, просто, так сказать, служб безопасности, конечно, колоссальный просчет был, потому что просто, так сказать, они мыслили десятилетиями, а срока у них было год-полтора. Да. Ты знаешь, я тут сейчас вспомнил, много лет назад я прочитал довольно интересную книгу, воспоминания одного Ешива Бохора из Восточной Польши. Книга называлась «Исклетска в Сибирь», где он рассказывает о том, как Восточная Польша переходит Советом, мы помним раздел по плану Молотова-Риббентропа, все Ешивы бегут в Вильно, который Советский Союз передает Литве, и они видят военный аппарат, на котором три танка литовской армии, и они видят министра обороны Литвы, а потом они оказываются на Лиссаповале где-то в Сибири, и он узнает этого самого министра обороны Литвы, который там же на Лиссаповале. Ну, это я сейчас так, к слову. Извини, я просто хочу сказать, вообще, конечно, куча историй переплетаются, скажем, люди, которые, например, евреи, которые, очень немало, кстати, которые попали под эти волны депортации, они были спасены, они спаслись от Холокоста, причем это были с точки зрения советской власти все враги. А друзья советской власти, которые ее встретили с распростертыми объятиями, их немцы всех достали, потому что они все там остались. Вот парадокс истории. Никто ничего не планировали, если что-то и планировалось, что это совсем другое. Ну, вот человек предполагает. А всевышний располагает, да. Ну, если я правильно помню, тема твоей диссертации – это Крым и Северный Кавказ. Такие два очень интересных тоже региона. Да. И вот я недавно прочитал по поводу крымских татар. Мы знаем, что крымские татары их, в общем, достаточно справедливо обвиняют в коллаборационизме. Мы помним, что многие народы Старин переселил, крымские татары, конечно, в том числе. И вот сейчас появилась информация о том, что из школьных учебников в России, я буквально недавно это прочитал, уберут главу о коллаборационизме крымских татар. И официальная причина – предотвратить ксенофобию, провокации, вот такого рода. Вопрос к тебе. Правильно ли вообще это, на твой взгляд? И, ну, наверное, потом мы еще немножко коснемся темы караим. Ситуация в Крыму еще интересна тем, что у нас есть там караим, который, как ты уже упоминал, на самом деле, в общем-то, по сути, избежали определения такого вот общееврейского и не попали под общий холокост. И там тоже был определенный коллаборационист. Может быть, ты об этом тоже немножко расскажешь. Да. С крымскими татарами ситуация, в общем-то, с точки зрения их национальной памяти, она, в общем-то, соответствует ситуации всех кавказских народов, которые были депортированы. Никто из них, конечно, и близко не согласен со сталинским определением, что они, так сказать, коллективно поддержали немцев, коллективно, я не знаю, так сказать, воевали против советской власти. И, конечно, современная Россия, которая, в общем-то, в которой все эти народы сейчас и проживают, она вынуждена, в общем-то, я не знаю, на самом деле, что думают, так сказать, власть придержащие, но для того, чтобы не будоражить эти народы, потому что это очень серьезная рана в их, так сказать, национальном сознании, она вынуждена признать их, по большому счету, де-факто, это национальный нарратив, и потому что, так сказать, высшие политические соображения, а именно спокойствие на окраинах, а иногда даже не на окраинах, они всегда превалируют. То есть история – это одно, она при том, даже в таком государстве, как современная Российская Федерация, где история, она, я бы сказал, сильнейшим образом связана с современностью, но высшие политические соображения, а именно спокойствие, зачем будоражить это население, для которого это действительно вопрос очень важный, если есть огромное количество других проблем, у крымские татары, например, они, современные крымские татары, они, так сказать, склонны, как и многие другие народы, исповедующие ислам, к членству всяких радикальных организаций, членство которых запрещено в современной России, для современной России – это куда более острая проблема, чем существенное участие крымско-татарского населения в войне на стороне немцев в то время. Пусть даже на научных конференциях это и говорится, в общем-то, открытым текстом. То есть, по сути, это такое политическое решение российского руководства, чтобы, так сказать, избежать более серьезных проблем с крымскими татарами? Ну да, хотя, насколько мне известно, так скажем, среди русского населения Крыма вот такая примиренческая политика по отношению к истории, она не вызывает большого восторга, но, так сказать, вот высшая политика, у нее свои соображения, вот так вот история вступает в контакт с современностью, в общем-то, современность, она по большому счету практически всегда выигрывает в этом соревновании. Ну, давай теперь в двух словах о Караим все-таки поговорим. Это очень интересно. С моего взгляда, Караим вообще интереснейшая такая тема. Что происходило с ними во время войны? Был ли какой-то с их стороны коллаборационизм? Вообще, как относились к ним немцы? Из самых везучих народов и народностей того времени, я бы сказал, вступают они в период, скажем, с 1933 года достаточно незавидных исторических позиций, а именно слишком близкая связь с евреями. Для немцев два критерия были в этом вопросе важны. Во-первых, этнический, который они называли расовый, а во-вторых, религиозный. С точки зрения этнической, вот, Караима не было в немецких научных кругах, на которых они ориентировались, полицейские, соответственно, круги. И единство мнений, кто являются Караимой. Кто-то считал, что они тюрки, кто-то считал, что они евреи. Единственное, что практически все признавали, что уже сотни лет смешанных браков между Караимами и евреями. Стало быть, вот эта еврейская зараза с точки зрения немцев, Караиму последние сотни лет не передается. Это было хорошо для Караимы. Но вот с точки зрения религиозной, конечно, Караимская религия хромала, я бы сказал, на обе ноги, потому что, ну, они не признавали Талмуд. Это хорошо, но все остальное они признавали. Это было плохо, даже, я бы сказал, очень плохо. Но вот, я бы сказал, очень искусные маневры людей, которые представляли Караимскую общину в самой Германии, а потом, в общем-то, выдающиеся деятели Караимской общины, такой Сезай Шапшал, который жил в Литве, которые смогли убедить немецкую администрацию на понятном для них хорошем немецком языке, что к евреям не имеют отношения, что ошибка. И всегда были, так сказать, они, в общем-то, еще в царской России их не признавали за евреи. Не то, что для немцев это был большой фактор, что в царской России, которая руководствовала с другими критериями, не признавала при прочих равных. Это был, что сказать, аргумент в копилку Караимов. И вот из высших соображений, а в Крыму это был дополнительный фактор, Караимы смогли заручиться поддержкой тех самых крымских татар. А для немцев крымские татары были не сами по себе важная группа, а кроме того, за ними стоял ислам. А для немцев это была вообще священная корова. И принято было решение, что ради такой малости, а именно досконального решения еврейского вопроса по отношению к Караимам, со всеми вытекающими последствиями, не стоит ссориться с мировым исламом. Потому что вот это по-настоящему серьезно. А к Караимовскому вопросу всегда можно будет вернуть. И, собственно, дискуссии на эту тему в Германии не прекращались чуть ли не до конца 44-го года. Тогда еще будут дискутировать. Очень интересно. А вот что по поводу коллаборационизма Караимского? Караимского есть какая-то? Да, ну, смотри, конечно, просто так остаться в стране и сказать, что мы не евреи, нельзя было. Надо было, так сказать, как бы... Доказывать это. Да, нет, плата надо было участвовать. Безучастным человеком невозможно было остаться, надо было платить за лояльность. Плата за лояльность могла быть участием в немецкой администрации, скажем, в гражданских структурах. Это, видимо, в основном был удел массы Караимов в Крыму. Достаточно грамотное население. Они запомнили нишу, оставшуюся после евреев. Какое-то небольшое количество, судя по всему, служило в полицейских формированиях. И после ухода немцев, они... Когда немцы уходят с полуострова, они уходят, все коллаборационисты уходят вместе с немцами. Есть даже очень красивая история. Переписка с ноября 1944 года, когда вот эти отступившие коллаборационисты, они по немецки... Все надсмены по немецким категориям, они должны были числиться по какому-то ведомству. И ведомства, по которым учислились Караимы, это были, так сказать, вафрен СС. И, то есть, скажем так, боевые части СС. Это не значит, что это и Караимы воевали, но вот как бы форма и снабжение шло за счет этого ведомства. И настолько себя уверенно чувствовали Караимы в конце 1944 года в Вене, что они открывают молельный дом. И на открытие молельного дома был приглашен курирующий их полковник из Вафен СС, который потом пишет отсчет в Берлин. Пишет, что вот молельный дом, на котором, так сказать, имело удовольствие присутствовать, он исключительно мне напоминает ту самую синагогу, про которую я много слышал на высшей школе СС. И за это ли мы боролись все эти годы? При всем либерализме Вены 1944 года это был некий перебор. На что ему было велено молчать и не заниматься теми вопросами, которые не входят в его компетенцию? Очень интересная история. Ну и тут мы уже плавно от Караим переходим к самой, наверное, для нас сложной, болезненной теме, которую мы очень не любим поднимать, о которой вообще у нас не так часто говорят. Это вопрос о коллаборационизме евреев. Я все-таки думаю, что эту тему мы должны поднять, потому как, наверное, дискуссия не будет полной без разговоров на эту тему. Тем более, что сейчас у нас такое время между Рошашаной и Йомки-Пур, когда мы, в общем, наверное, стараемся задавать себе не самые простые вопросы. И эти вопросы касаются не только нас лично, но касаются, наверное, и нас как народа. Арендт в своей достаточно известной книге, мы помним, что Арендт освещала в свое время процесс Эхмана, она заявляет примерно следующее. Без участия юденратов, без их активного пособничества не было вообще бы никакого холокоста. В свое время мы помним, что Арендт очень за эту книгу не похвалили. Мы помним, что многие ее высказывания нажили ей большое количество врагов. Но, тем не менее, книга достаточно весомая. Мой вопрос к тебе. Насколько вообще эта точка зрения Арендт верна? И еще такой более общий вопрос. Нужно ли нам вообще эту тему обсуждать? Возможно, эту тему не стоит муссировать. Может быть, лучше оставить эту тему под замком и вообще ее не касаться. Как говорилось в советское время, чтобы не давать пищу Западу. Ну, в таком плане, да. Ну, на мой взгляд, может быть. Это вообще сама по себе постановка вопроса, насколько, скажем так, участие евреев принудительное, безусловно, в структурах, создаваемых немцами для последующего уничтожения евреев, можно считать коллаборационизмом, в том смысле использовать тот же самый термин, который мы используем по отношению к массе нееврейских народов, которые сотрудничали с немцами. Может быть, надо какой-то другой термин придумать. Может быть, нет. Но я пока бы оставил это такой вопрос за скобками. Действительно, с точки зрения немцев, общий подход заключался в том, что, как я уже говорил, достаточно небольшой народ, сверх амбициозный, я говорю про немцев, а по еврейскому вопросу предполагалось, так сказать, вычистить Европу, а также все другие места, куда придет Германия, от евреев. Конечно, очень много нужно было людей для этого. И если работу можно было сделать, чтобы это само сделалось, то есть с минимальными затратами людских ресурсов в самой Германии, то это очень хорошо. И, соответственно, предприняты очень значительные усилия в этом направлении. И достигнуты с точки зрения, опять-таки, Германии колоссальные успехи. Например, на меня произвело в свое время большое впечатление цифры, когда, по-моему, 40-й год, самое большое гетто Европы, город Варшава, за полмиллиона евреев было засогнено из самой Варшавы, из прочих мест. Оно было вынесено забором, колючая проволока, патрули. Вот вопрос, сколько ходило, сколько неминцев было придано и охраняло вот это варшавское гетто, в котором находилось полмиллиона евреев. А и, так сказать, ответ 92 человека. С точки зрения, все остальное евреи сами себя патрулировали, сами себя охраняли. Это поразительно, на самом деле. 92 человека. В немецких рапортах это просто исполнение мечты. Потому что, так сказать, освободившиеся людские ресурсы были брошены на выполнение других дел, а евреи, так сказать, вот так как для них это было и подтверждение их психологических догадок, что трусы, достаточно запугать, и дело будет сделано на само. Конечно, надо сказать, что уровень насилия, который применялся по отношению к евреям, был не сопоставим. Не по отношению к одному другому народу на протяжении вот такого, постоянно такое не применялось. То есть народ был запуган до такой степени, что даже восточноевропейские евреи, Польша, Россия, которые привыкли, в принципе, привыкли, в общем-то, жить, так сказать, в мире насилия, столкнувшись с тем, что творили немцы, были поражены, и это, конечно, наложило неизгладимое отпечаток. То есть, по большому счету, можно было убить человека без всякого повода. В Западной Европе, конечно, вещи такого рода не происходили, но в Восточной Европе вот это одна из основных причин, почему народ был запуган, почему отказывался сопротивляться, потому что санкции штрафные, которые грозили всем, причем по каким-то правилам, а часто и без правил, были совершенно беспрецедентны. На этой волне, вот такой, я бы сказал, мутной запуганности всплывает немалое количество людей, которые считают, что вот есть такая еще и возможность как-то выжить. Выжить, ты идешь, сотрудничаешь с администрацией, которую немцы создают, и можно в этих условиях как-то прокатываться. Немцы обещают тому же, что эту администрацию никогда не тронут. Ну, конечно, немцам особого доверия нет, но пока, суть до дела, можно прожить, а может быть, даже и неплохо прожить. И в результате, как бы, все это происходит на фоне гигантской совершенно коррупции, особенно в таких больших, богатых местах. Ну, богатых, относительно, конечно, на фоне других мест, как Варшава, когда, я не знаю, бывшие адвокаты становятся дворниками. То есть, как бы, для того, чтобы получить должность дворника в Варшавском гетто, надо было заплатить деньги, которые только были у предвоенных адвокатов. Потому что такие деньги, так сказать, спасали от подсылки на, скажем, на принудительные работы, из которых очень часто никто не возвращался. И, так сказать, пайка никакого, а дворник, так сказать, есть возможность выше. И вот коррупция, которая, конечно, происходит на фоне, что свои, обирают свои. То есть, это важнейший момент. Немцы тоже обирали, поляки тоже обирали, но, конечно, немцы построили систему, которая, в общем-то, функционирует до самого конца. Причем конец, который немцы определяют, когда вот этот конец будет, когда евреи делают всю работу. Кроме разве что, может быть, так стреляют, хотя есть тоже, так сказать, по крайней мере, один документированный прецедент, когда еврейская полиция расстреливает самих евреев. Кстати, немцев не хватило людских ресурсов даже для выполнения такой задачи. И посчитали они, что евреям можно поручить, будет еще повязать их еще и кровью еврейской полиции. Вот. И, в общем-то, в этом смысле ставка оправдалась. В других местах такого не делали. Вот. Но количество стукачей, конечно, которое существовало в гетто, было очень значительно. Это позволяло немцам при помощи очень малого затраты, вот затрат людских сил, держать в подчинении такую, вообще, огромную массу евреев. Конечно, потом их стало меньше. Смертность была совершенно на невероятном уровне. Но вот пример такой, что можно было сделать, что нельзя сделать. После военные еврейские мыслители, да еще и до периода войны, говорили, что это был колоссальный упущенный шанс, что если бы вот все одним бы махом бы бросились до нахранников, до перебили бы, и можно было спастись. Я лично, в общем-то, очень скептически отношусь к этому, потому что, вот, скажем, поляки, куда более воинственный народ, чем евреи, с хорошей репутацией вперед войны, действительно, сражались, воевали и в подполье. Вот. Но когда немцы применили те же самые методы по отношению к группе интеллигенции среди поляков, не было никакой революции, ни восстания, и тоже шли на заклание тысячи. Вот. Тут ты не согласен, Сарен, в этом вопросе ты, с одной стороны, как бы говоришь о том, что действительно коллаборационизм был массовым, но, по большому счету, были созданы такие условия, при которых сложно даже обвинять людей, они совершенно были бесчеловечными, эти условия. Я правильно тебя понимаю? Ну, конечно, очень неприятно, когда, я бы сказал, тоже это незаслуженное перекладывание ответственности, все ответственности, половина ответственности на евреев, потому что никто не знает, как другие народы повели бы себя в таких условиях, или действительно ли это еврейская такая склонность к покорности, к компромиссу, которая выработалась за тысячи лет пребывания в Галуте, когда за любое неверное движение можно было, так сказать, огрести. Все это вот связано. Вот пример других народов куда более свободолюбивых показывает, что когда на тебя обрушивается репрессии в таком масштабе, люди, так сказать, все нагибаются. Это одна сторона медали. С другой стороны, конечно, из уст Арендт немножко, я бы сказал, вот как мы знаем сейчас Арендт, с кем, а, скажем, кто были ее идеологические друзья, и когда написала эту книгу, и когда она еще жила в Джарбане, вот, это, как бы, не тот человек должен был высказывать эти обвинения. Вот, это вот тоже фактор, который, на мой взгляд, учитывать. А вместе с тем, ну, вот что делать-то, мне кажется, идеальных народов нет, и вот в такой ситуации, в которую были загнаны люди, кого-то поманили надежды, кто-то надеялся спасти свою семью или самого себя. Были, конечно, нехорошие люди, которые хотели на этом подзаработать. Были, однако, коллаборационисты, которые мы совершенно однозначно знаем это из свидетельства времени, которые надеялись, что своим действием они смогут смягчить вот это напряжение, смогут уговорить немцев, смогут оттянуть вот эту угрозу, и, так сказать, немцы же разумные люди, они не будут резать курицу, которая несет золотые яйца. Были и такие люди, и, так сказать, это была разнообразная очень группа, не только состоявшая из мошенников, хотя и такие были представлены, и, в общем-то, это было как бы золотой для такой группы людей, но были люди совершенно, я бы сказал, честные люди, которых бы тоже вынесло на самую вершину, которые что-то пытались сделать до определенного момента, пока не прозрели. И, конечно, это вот вопрос, ставить на одну доску наш коллаборационизм, который вот тебя поманили и сказали, что у тебя тебя лично не тронут, и коллаборационизм всех остальных, которые, в общем-то, ну, может быть, за исключением советских военнопленных, у которых тоже выбор был часто не велик, но, в принципе, среди вот огромного количества европейских народов, народ для коллаборационизма была возможность сделать такой социальный лестнице. Вот, очень неплохо подняться по социальной лестнице за это время, это неправомерно, на мой взгляд, ставить на одну доску, даже если мы используем один и тот же термин. Ты знаешь, я тут вспомнил такой очень неприятный, наверное, эпизод, который, кстати, освещается у нас в музее катастрофы, в музее Яд-Вашема, это знаменитая речь главы Юденрата Лодзи, Рымковского, которому вышла разнарядка, и он собирает евреев на площади и говорит, дайте мне своих детей. Совершенно точно, совершенно точно. И, вы понимаете, вот, мне доводилось несколько раз проводить экскурсии по музее Яд-Вашем, я в том числе экскурсовод. Честно сказать, вот у меня не поднимается рука обвинить Рымковского в чем бы то ни было, потому что я очень часто задаю себе вопрос, а где я бы оказался, и как бы я себя повел в такой ситуации. Конечно, легко Рымковского обвинить, тем более, что у нас есть пример другой, у нас есть пример Вашавского гетта, где в логичной ситуации мы помним, что глава Юдонрата Вашавского гетта покончил с собой. Кирилл, вот какая у тебя точка зрения, вот если мы сопоставим эту ситуацию, как вообще мы можем это оценивать? Ну, с сегодняшним знанием, я бы сказал, как говорит Жванецкий, выход под условным названием безвыходный. Нет, то есть, как бы вот грамотный... То есть, по сути, ты со мной согласишься, что трудно обвинять, в общем-то, даже Рымковского в этой ситуации. Да, мне-то мне очень кажется, кто-то может сказать, что и самоубийство, это уход от ответственности. Человек мог сделать еще что-то, мог попытаться, а он, вот, так сказать, лично, можно сказать, смолодушничать. И такое может быть сделано обвинение. Ну, кстати, вот мы говорили об отношении к Холокосту в Израиле, мы этой темой сейчас не касались, не совсем наша тема, но мы помним, что изначально отношение было такое, что единственное, кого, собственно, стоит упоминать позитивно, это те люди, которые подняли восстание в Варшавском гетто, те люди, которые воевали с немцами с оружием в руках, остальные оказались, как бы вот, мы помним, даже было такое обидное слово в Израиле, сабон, мыло по отношению к тем, кто прошел катастрофу. Вот на твой взгляд, сейчас эта ситуация ведь в Израиле изменилась? Ну да, оно изменилось, так сказать, в том числе и потому, что сионистский эпос, на котором был построен Израиль, сильнейшим образом как бы изменился. Но, так сказать, в свое время, вот тогда, вот оценка, скажем, и сионистским, и шувам того, что происходило в оккупированной Европе, она была достаточно однозначна. Вот, например, из таких видных деятелей польского евреиста по фамилии Гринберг, первый министр внутренних дел Израиля, видный деятель сионистского движения, он сказал, что европейские, первые польские евреи пошли на убой даже не как агонцы, как крысы. Вот, так сказать, потому что они воевали, дали себя убить и дали, вот как бы ничего не сделали. Вот такая была оценка, которую сейчас в современном Израиле немыслимо услышать. Ну, конечно. Много воды утекло, с тех пор оценка стала бы, такая бы, сказал, более, скажем, вот учитывается и другие виды сопротивления, что, скажем, я не знаю, религиозная, скажем, попытка соблюсти, скажем, соблюдать, при заповеди в невероятных условиях, попытка, я не знаю, вести какую-то культурную жизнь. Очень интересный опыт сопротивления это попытка собрать документы и свидетельства о том, что происходило, с тем, чтобы, когда все это закончится, выжившие смогут предъявить свой счет и вот убийцам и их соратникам, а также попытка вот сохранить, чтобы воссоздать вот тот ушедший мир. Класс. Кирилл, ну, у нас время, собственно, уже почти заканчивается, у нас осталось не так много времени перед тем, как мы перейдем к вопросам. Если можно, всех пока попросить микрофон отключить, чтобы все-таки мы закончили, так сказать, наш диалог, а потом мы перейдем к вопросам, это будет уже буквально 5 минут, 5-7 минут. Кирилл, значит, ну, у меня такой вопрос может быть немножко неожиданный. Такой яркий пример, который часто приводит, приводит это на правых и ультраправых ресурсах такого вот еврейского коллаборационизма, это небезызвестный товарищ Сорос. Что тебе известно о деятельности Сороса в годы катастрофы, насколько действительно есть в этом какая-то доля правды или нет? Ну, а Сорос, это, в общем-то, по большому счету, насколько я помню, известно в основном только то, что там Сорос говорил о себе. Я бы сказал. То есть документов никаких не собрано, ничего, собственно, вообще сложная вся эта вещь, то, что происходило вот в такое смутное время в городе Будапеште, потому что много хозяев было. В Лютской была венгерская, было венгерская, государство, немцы там лютовали, советская власть уже, советская красная армия была, стояла недалеко. Все было понятно, что скоро все это закончится. Вместе с тем, было осознание того, что хотят добраться до всех евреев. Часть евреев умудряется выжить и в этих условиях. Мы знаем, что, в общем-то, процент евреев, выживших в Будапеште, он достаточно велик, и Сорос оказался один из них. В отличие от людей, которые правдами и неправдами запаслись какими-то охранными грамотами того же знаменитого Валенберга, и Сорос по его собственному признанию ему удается выжить, потому что, в том числе, и потому что он сдавал других евреев. И Володенький мальчик в то время с точки зрения немцев, кстати говоря, недалеко не только в Будапеште, а во многих других местах, это, подсказки, разумная цена вопроса. Немалое количество стукачей из евреев таким образом покупало себе жизнь иногда на день, иногда на месяц, иногда навсегда, в зависимости от уровня стука. Поскольку такая вот неопределенная ситуация была в Будапеште, Соросу самому удалось выжить. Я думаю, что прогресс немецкое царство дольше, у него были бы проблемы с выживанием. Но, в принципе, пример не единичный. Другое дело, конечно, в высшей степени любопытно, что человек по прошествии стольких лет посчитал нужным это упомянуть в интервью. Обычно люди рассказывают о себе. Да, собственно, есть интервью, где он сам об этом говорит совершенно точно. Да, и, скажем так, с точки зрения, я бы сказал, такой еврейской, такое поведение, ну, замаливать надо, я не знаю, если уже оно сделано, как бы всю жизнь и не замалить. с точки зрения, конечно, бизнес-подхода, а Сорос оказался еще в высшей степени талантливым бизнесменом, ну, всему есть своя цена, вот его, он свою жизнь оценил так. Кирилл, ну, в заключение, мы сейчас переходим к вопросам, и я уверен, что вопросы у нас будут, тема очень непростая. Все-таки мне хотелось еще раз озвучить вопрос, на который, как мне кажется, мы не очень ответили. Нужно нам вообще говорить о еврейском коллаборационизме? Вот если бы ты составлял учебник истории, и ты автор учебника, и ты решаешь, что в этот учебник включить, и у тебя вот такой вопрос. Глава еврейского коллаборационизма. А учебник для кого? Учебник, допустим, в Израиле. Вот мы говорим, мы сейчас говорим про евреев, которые живут, например, в Израиле. Говорить об этом или нет? Если говорить, то как? Или эту тему вообще лучше не включать? Вот такой непростой тебе вопрос. Ты решаешь, ты принимаешь решение. Я бы сказал, на мой взгляд, так сказать, как бы вот, для того, чтобы понять глубину ужаса, в котором жили люди, об этом надо говорить. Не надо говорить, что это был удел всех и каждого. Подавляющее большинство людей стали жертвами этих самых коллаборационистов. Но даже коллаборационисты, они не были мазаны единым миром. И вот, чтобы понять лучшее делима, вероятно, это для продвинутых учеников, которые захотят перевернуть первую страницу этого учебника. Ну, на мой взгляд, это нормальная тема и показывает, что вот, дилеммы были такие, что не приведи, господи. Да, ты знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь. Очень непростая морально-этическая дилемма, и вообще очень трудно об этом говорить. Я тебе очень благодарен за интереснейшую беседу. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я еще сейчас вспомнил, что ты же послал мне фотографии. Мы сейчас эти фотографии покажем, и ты их прокомментируешь. Да? Фотографии может быть бесчетно, но я немножко только. Да, здесь у нас есть несколько фотографий, и мы сейчас их продемонстрируем. Так, вот у нас появилось первое фото. Да, вот, как бы, где-то из северо-востока России, и какой-то иерарх православной церкви беседует с представителями немецкой администрации, военной, гражданской, с точки зрения, в общем-то, нашей тематики, это коллаборационизм, с точки зрения, скажем, я так думаю, представителя церкви, это возможность боссоздать религиозную жизнь на оккупированной территории, то, чего, так сказать, они были лишены при советской власти, атеетической, безбожной, и поэтому вот у каждого свои соображения, то есть то, что мы называем коллаборационизмом, то, что я думаю, в современной России воспринимается коллаборационизм, тогда, вот скажем, куча людей воспринималась иначе, особенно для людей, для которых вот религиозный фактор играл большую роль. То есть тут тоже своего рода дилемма, о которой мы только что говорили, такая морально-этическая дилемма. С какой стороны посмотреть, безусловно, опять-таки, важный вопрос, что, что этот иерарх церкви изглют из этого сотрудничества. Скажем, одно дело, он, я не знаю, открыл церковь, и люди стали возвращаться к религии, а другое дело, предположим, он выявлял коммунистов и евреев. Разный уровень сотрудничества. Окей, следующее фото. Ну, это, так сказать, мои, так сказать, родные места. Казах изображен, так сказать, со свободного дона. Вот видите, так сказать, свободный дон, он, так сказать, подразумевает, конечно, что избавление от жида, большевистской власти, вот в одной руке, соответственно, большевистская власть, а в другой, в другой, соответственно, еврейская власть, евреев, вот в такой одежде на дону, я думаю, что не то, что в 42-м году, и десятки лет до этого не встретить было. Но немецкая пропаганда, надо сказать, исключительно вольно обращалась к такого рода материалам. Ну, и эта пропаганда до определенной степени была успешной. Да, 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 надо сказать, что юг России и Дон были те еще места, так сказать, с точки зрения толерантности и терпимости по отношению к евреям, в высшей степени проблематичные места. То есть, вот я не знаю, казачий фактор, вот еще со старых дореволюционных времен, когда это была весьма антиеврейская группа, он, в общем-то, при немцах заиграл снова. Окей, следующее фото. Тоже особо, так сказать, мои родные места, в Северный Кавказ мусульманские формирования из народов Северного Кавказа проходят, проезжают мимо портрета знаменитой, как бы, серия портретов ползавец Гитлер-Освободитель. Праздник, насколько я помню, это будет Идельфитер, по-нашему это будет Курбан-Байрам, мне кажется. Курбан-Байрам, да? Да, да. Вот, так сказать, симбиоз свобода Германии, которая приносит религиозную свободу и, соответственно, местное религиозное мусульманское население благодарно Германии. Вот с точки зрения немецкой пропаганды так оно и должно было, должны были обстоять дела. Окей, следующее фото. Классический, так сказать, немецкая пропагандистская такая линия, что большевизм это и есть иудаизм. Видите, так сказать, все в одном, если у кого-то есть вопросы и советские, и еврейские символы вместе. Как бы, опять-таки, вопрос это, потому что Советский Союз на дух не переносил, так сказать, еврейские религиозные символы. Да, с точки зрения немецкой пропаганды, которая, конечно, сформировалась задолго до этих времен, советская власть была суть еврейской и к ней надо было так относиться и то и другого, и в общем-то, были злейшими врагами, которые поближали уничтожению вот тем самым немецким солдатам. Окей, переходим к следующей. Это, так сказать, новости из Балкан, там более грамотное мусульманское население, мусульманские формирования, аж три. Я полагаю, это Босния, да? Да, да, надо было сказать, две дивизии были созданы в Боснии, а две в Косово, и их в духовном плане окормлял, как сейчас говорят, наш старый знакомый иерусалимский муфти. И вот, в частности, брошюрка, которая была издана его ведомством, называлась «Ислам илдаизм». То есть, вот как бы вот неразрешимое противоречие, ну и, конечно, страна, я бы сказал, такой старший брат, который позволяет простому мусульманину понять, в чем состоят эти противоречия и решить их. Окей. И я так понимаю, это у нас последнее фото, мы его немножко увеличим. Да, это Варшава, это еврейские полицейские. Видите, целая форма у них есть. А, вот это Юденрад, как бы, да? Люди Юденрада, которые служили в полиции. Да, нет, это как бы отдельная структура, которая существовала. Юденрад, это гражданская структура, это была военизированная структура полиции, у них и дубитки частенько были. Это люди, которые стояли на границе при выходе из Юденрада. Это одна из причин, почему немцам нужно было всего 92 человека, потому что всю остальную работу делали эти славные парни. То есть, по сути, вот на этом фото мы видим границу между гетто, это Варшава, видимо, да? Да, 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 самое большое гетто, которое существовало в Европе. И эти люди, ты хочешь сказать, что это у них была даже отдельная, в общем-то, отдельное формирование, не были части Юденрада. Нет, нет, по меркам Варшавы, это было, конечно, зависело, в таком месте работал человек в Юденрате, но по меркам Варшавы очень хорошая работа была. То есть, денежное содержание, конечно, у них было маленькое, но на взятки, так сказать, стекли рекой. Конечно, надо было, так сказать, со всеми делиться, очень хорошая работа по меркам Варшавы. С другой стороны, я хочу сказать, при всех, вот тем, что в нашем, скажем, моральном отторжении от людей, занимающихся этой профессией, было немало случаев, когда, например, происходит облава или есть слух об облаве, и люди предупреждали своих друзей, знакомых, потому что они знали, что это будет. И вот те же самые люди оказывают добрые дела. Другая сторона. То есть, даже на этой работе, в общем, можно было оставаться в какой-то степени порядочным человеком, да? Да, другая сторона, конечно, заключается в том, что друзей и товарищей они предупредили, но вместо них должны были уйти другие. Да. Итоговая цифра должна была сойтись. Цифра должна была сойтись. страшная, страшная, конечно, фраза. Мы на этом, я думаю, переходим к вопросам. Давай посмотрим, у нас, я так понимаю, здесь есть вопросы. Новое поколение Пепперманов. Да, да, да. читай Ленина. Так. Посмотрим у нас вопросы. Насколько исторична книга Левашова «Убийство Михолоса о создании в Крыму Иверейской Республике». Сказать что-то об этом? Отдельная большая тема. Все-таки вот, 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 я бы вот отдельно с удовольствием поговорю, так сказать, вот, наденько что-то отдельное. Ну, не совсем связано с нашей сегодняшней. Да, 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 да. Именно так. Я соглашусь. Вот. Какой-то непонятный вопрос, для чего ввели крымчак, видимо, для чего ввели понятие крымчак. Как это ввели? Это совершенно, так сказать, нормальная этническая группа еврейская, выходцы из Испании, которые поселились на острове Крым, в связи с этим названием. Собственно, крымчаков и караимов часто путают, это все-таки не одно и то же, надо об этом упомянуть. Вот, если караимам безумно повезло в период войны, то, соответственно, крымчакам при немножко схожем профиле им безумно не повезло. Мало того, что, так сказать, вот их немцы вырезали почти полностью, когда были депортации из Крыма, а это, так сказать, советская власть, так сказать, их тоже широким бреднем зачеркнула, и тоже они попали, а караимы, караимов не трогали. Вот, так сказать, такая история. Да, да. Ну что, я думаю, мы перейдем к вопросам от наших слушателей. Пожалуйста, включайте микрофон и задавайте вопросы, будем рады услышать. Вот Григорий что-то написал из комментариев. Я написал комментарий. На мой взгляд, когда мы говорим о юдинатах, это очень действительно болезненная, тяжелая тема, но вряд ли мы можем полностью доверять оценке Анны Арендт. Ведь процесс Эйхмана, до процесса Эйхмана, как очень хорошо подметила Ханна Яблонко, замечательный историк, всем, наверное, известная из Биршевского университета, и она сказала, что мы прошли путь Мейда-Ли-Еда, то есть до процесса Эйхмана Израиль получал от единичных факторов фактов знания ко всему процессу, ко всей трагедии. И вот в этом ключе надо было смотреть. Ведь юдинаты, по сути дела, они были нацистским, чисто нацистским изобретением, которое вело к граблению евреев, а потом уже депортации, когда все можно выкачать и отправить, депортировать на уничтожение. Причем очень такие, но именно не все, далеко не все юдинаты были именно покорным оружием. Ну, хотя бы пример такой, мучник Минское гетто, когда он на площади закричал «Евреи сейчас вас будут убивать». Он первым, одним из первых был убит во время этой акции, но тем не менее. Или, скажем, «Восстание в Лахве». Кто читал? Я думаю, что многие из вас читали книгу Бенциона Дагана или Бориса Долгопятого. Кстати, Борис Мавцир ее прекраснейшим образом использовал в фильме о Белоруссии в своих сериях о восстаниях в белорусских гетто. Ведь глава Юденрата Герман Лопатин прекрасно понимал, что от то-то где-то начнут, это 82-го года, что где-то начнут уничтожать. Но учтите, это Западная Белоруссия, это то место, где евреи были более-менее организованы в общину. Их, как говорится, вот эти общины не успела раздраконить советская власть, которая фактически ассимилировала более восточную часть. Григорий, у вас очень интересный комментарий, но есть какой-то конкретный вопрос, может быть, который вы хотите задать? Я думаю, что собирается ли, Кирилл, исследовать взаимодействие, так сказать, вопрос Холокост и бизнес? Вот, так сказать, банковское дело и евреи и в этом вот. Вот это было бы интересно. Гриша, спасибо большое за комментарий, за вопрос. Да, собираюсь, но это, конечно, будет более такое западно-центральное европейское исследование, потому что в общем-то бизнес на оккупированных советских территориях это, скажем так, малая часть того, что было сделано в Западной Европе и в Центральной, просто потому что там несопоставимо больше и деньги ходили. И еврейское население было несопоставимо богаче, было, так сказать, можно, намного больше можно было взять у людей. Да, я хочу сказать, это не только немецкая тема, огромное количество европейских, могу вам еще рассказать о коллаборационизме и бизнесе, и не бизнесе, тоже из личных воспоминаний. Лет так, сколько у нас, у меня есть пару минут, откроем. Да, пожалуйста, но мы хотим, так сказать, достаточно, чтобы несколько человек успели задать вопрос. Вопрос можно и комментарий? А вот, сейчас, кирилл закончит и сразу у нас будет вопрос. Я постараюсь было очень, быть очень кратно, просто красивая история, поверьте мне. Итак, лет, в 2009 году меня ноги занесли в Норвегию. Я немножко один день путешествовал на машине, останавливаюсь у одного какого-то фьорда, выхожу, очень красивые места, и там хутор норвежский, один дом, одна деревня, состоящая из одного дома, выходит нарядно одетый христианин, мы на английском с ним общаемся. Он говорит, откуда вы, я ему говорю, что я из Израиля, он говорит, хотите историю о войне. Как он понял, что меня интересует история о войне? Конечно, хочу. Поразительно. Да, и на лице у меня ничего не написано, что вот, вот он говорит, но тебе это может быть история, вам эта история может быть неприятна, но зато правда. Я говорю, конечно, давайте. Он говорит, в то время в Норвегии было очень много лосося, как и сейчас. Действительно, там из воды выпрыгивают. А немцы очень любили наш лосось, и у немцев было очень много денег. И они брали наш лосось, не торгуясь. И говорит, это было самое хорошее время для всех окрестных крестьян. Это очень такое весомое замечание, потому что Норвегия очень богатая страна сейчас. Если он говорит, что то время было самое хорошее, это немало. Я говорю, как же так? Я же слышал, так сказать, англичане, норвежское сопротивление, забрасывали агентов. Он говорит, забрасывали, да, конечно. Я говорю, к вам забрасывали, я говорю, а он говорит, к нам забрасывали. А как же, я говорю, вот это, все, чтобы они никогда никуда не дошли. Как интересно. Это при том, что в Норвегии, как раз, как мы знаем, появилось вот это выражение, собственно, мы помним, что квислинг, который стал, в общем-то, именем отрицательным, и мы помним, что было норвежское сопротивление. Он есть как-то передо мной извинился, он говорит, я понимаю, что ты думаешь по этому вопросу, ты же хотел правду. Я говорю, да, все. Вот такая история. Я думаю, что мы сейчас попросим Натана отрегулировать ситуацию с вопросами. Тут несколько человек, Натан, хотят задать вопросы, люди подняли руки. Может быть, ты распределишь, кому, когда, так сказать, в каком порядке. Нет проблем. Инна, мы вас слушаем. Пожалуйста, включите микрофон. Инна. Добрый день, да, я включилась. У меня такой вопрос. Вот я просто как бы достаточно много читала про Асфинцим, Аушвиц, Беркинау, то есть женский лагерь. И там, в принципе, все административные должности занимали словацкие еврейки. Вы расцениваете это как проявление коллаборационизма, или же все-таки это каким-то образом вы по-иному именно оцениваете? То есть я не говорю про команды Канаду, где были и жондеркоманды, которые работали в комбинаториях, а именно вот именно женский лагерь и женщины, еврейки, которые, в принципе, фактически этим лагерем руководили. Это коллаборационизм или что-то иное? Вот просто такой вопрос. Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите, от частного к общему. Смотрите, это и коллаборационизм и возможность выжить, потому что такого рода должности распределялись по колоссальному блату. Это было действительно в таком месте, где было колоссальное недоедание, как и во всех прочих лагерях. Это возможность была буквально выжить. И, наверное, если не они эти должности достались кому-то другому, коллаборационизм, я бы сказал, как возможность выжить. Хотя, конечно, в других лагерях очень часто были случаи, когда люди злоупотребляли своими положениями. Вот эта граница, где между тем, ты берешь то, что для тебя необходимо для выживания, и тем, что за счет остальных какое-то количество людей из-за этого не выживет, она очень тонкая, у каждого своя. Она каждого своя. Спасибо. Был еще у нас в чате вопрос от Леонида. Добрый день. Кирилл, большое спасибо. Слышно меня? Да. Во-первых, слушай, мне кажется, все-таки на этой фотографии последней, которую ты показывал, это не еврейская полиция, это не польская синяя полиция. Не-не-не, ну, скажем так, вот из того... Которая, кстати, тоже... Да-да-да-да. Которая шанская агента. Да. Она тоже была... Насколько я... Смотри, я готов проверить, скажем так, я ее скачивал в свое время на как еврейскую полицию. Но, как бы, все под богом ходим, мог ошибиться, проверю. И еще один вопрос. Вот, ты очень хорошо рассказывал о том, что, так сказать, крупный бизнес не хотел портить свою репутацию. А что же изменилось спустя буквально несколько лет, когда крупнейшие германские корпорации, организации стали все-таки активно участвовать в раздербанивании, в окончательном решении вопроса, известного нам всем вопроса. Хороший вопрос. Ну, там, транспортные, металлургические, химические, проще предприятия. Во-первых, скажем, к 40-му году, это вообще, так сказать, такой переломный момент, Германия производит на руководителей бизнеса одна победа следует за другой, сокрушение Франции, Англия дышит наладом. Немецкие перспективы под руководством Гитлера выглядят очень внушительно с точки зрения руководителей бизнеса. И хотя из того, что мы знаем из дневников, из частных бесед, они по-прежнему считают, что с Америкой Германии не сладить в обозримом будущем. Но, вероятно, какая дилемма возникает, что придется ограничиться общим европейским рынком под руководством Германии, ну, а, так сказать, заокеанские возможности они все пропадают. Вот. Это одна сторона, да, и с другой стороны как бы вот единая точка зрения крупного бизнеса, она не такая единая. Небольшой, как бы, когда один банк, например, или одна страховая компания участвует в раздербанивании еврейского бизнеса, то начинается такой момент конкурентный. То есть, скажем, вот сосед напротив-то заработал на этом деле и, скажем, стал на 2% богаче. Вот. Может быть, он что-то знает. В любом случае это как бы это нехорошо, так сказать. Может быть, вот, я ему уступаю в этой гонке. Может быть, он что-то знает. Может быть, наши перспективы, не наши, конечно, они думали международными, перспективы фюрера, так сказать, намного лучше, чем мы думали. В любом случае, ну, раз, значит, можно. Поэтому вот есть такая гонка. Никто не хочет остаться с носом в этом деле. Вот. Кроме того, надо сказать, Германия, так сказать, как бы платит достаточно щедро. то есть, как бы вот, например, скажем, заказы, которые, например, шли на знаменитому концерну, например, И.Г. Фарбен, химическому концерну, который, надо сказать, кто бы сейчас мог представить, в начале 30-х годов, когда 34-й, он не то, что стоял в стороне от всех процессов реализации, а считался в нацистских кругах еврейским, потому что там было очень много евреев в руководстве. И ребята, так сказать, они приходят к выводу, что одноразовая возможность, совершенно фантастическая. Правительство платит любые деньги. Да, с точки зрения репутации очень сомнительное дело, но уж очень много денег платят. Очень много денег. Надо сказать, что перед вот этими бонусами не устояли не только, вот скажем, немцы. Например, вот швейцарский банковский бриллиантовый бизнес. Где-то в 41-м году, когда потекли, потек буквально поток бриллиантов, алмазов без происхождения, вот, отказывается брать эти деньги, отказывается брать эти бриллианты, потому что все примерно понимают, что, так сказать, уж совсем нехорошо, ну просто совсем нехорошо. И происхождение тоже более-менее понятно. Вот. И понятно, почему такая низкая цена. Но когда, так сказать, поток продолжается, в 42-м и 43-м году, так сказать, даже у самых крепких людей, я не говорю совестливых, у них начинают сдавать нервы, потому что такая цена, такой поток. Вначале один берет, потом берет другой. И потом, так сказать, начинают как бы вот, а немцев, количество драгоценных, они все больше и больше. Вот. А цена очень хорошая. Просто очень хорошая. Действительные условия, не задавайте вопросов. Спасибо. Спасибо. У нас еще есть вопрос в чате. Давайте посмотрим. Вот такой вопрос. Известно ли, в какой стране Восточной Европы был наибольший процент коллаборационистов, спрашивает Анна Ворс. Сложный вопрос, так сказать, вот это мерило коллаборационизма. Например, скажем, считать ли это, скажем, по числу людей, которые участвовали, скажем, были в военизированных формированиях. Например, полиция или, скажем, число людей, которые сдавало евреев. Такую, собственно, вот запись сдавали евреев и люди, которым, скажем, по должности было положено выявлять евреев, а также доброходы. То есть люди, которые, так сказать, по долгу, гражданский долг свой выполняли, вероятно, в Восточной Европе, как правило, за какую-то плату. Исключительно сложно это сделать. Или, например, вот есть показатель такой общеевропейский, число людей на душу населения, которые добровольно пошли служить в АФНСС. Части, которые, так сказать, принимают участие в том числе и в решении еврейского вопроса. По этому вопросу всю Восточную Европу на раз-два обставляет такая сверхполиткорректная страна, как Голландия. Паразительно. Обычно Голландия всегда, так сказать, у нас на хорошем счету, по целому ряду прикинь. Тюльпаны. Не забывайте про тюльпаны. Да, да. Друзья, есть еще вопросы? Пожалуйста, включайте микрофоны. Я просто хотел добавить, что есть капитальнейшая книга о коллаборационизме экономическом. Братство бизнеса Чарльз Хейм. И она фактически Германия встала с помощью того же Форда и так далее, и так далее, Рокфеллера и так далее. А, вот я вижу, вы эту книгу упомянули в чате, да? Чарльз Хейм. Братство бизнеса. Спасибо. Да. И банки, руководство банка было совместно с нацистами и американскими, тем же Галлисом, понимаете, и так далее. Спасибо большое за этот комментарий. Я бы хотел бы, что ты хочешь сказать. Вот банковская сфера, она была и до сих пор остается наиболее такой космополитичной. То есть, вот скажем, банк... Во время войны была совместным пользованием, во время уже даже войны эти отношения продолжались. Ну, так сказать, как бы люди, как сейчас говорят на современном языке, хеджировали риски. Вот. Банковской сфере чуть ли не больше, чем в остальных. Потому что уж на завтрашний день про завтрашний день много думали. Да, 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 очень неприятная история, безусловно, сверхнеприятная. Да, и Нюрненовский процесс победителей, конечно, не затронул, как и сталинскую сторону, так и западную сторону бизнесную не затронул, к сожалению. Ну, лишние доказательства того, что победителей не судят. Победителей не судят, верно. Спасибо за это, Ефим. И я вижу Евгений подную руку, у нас есть вопрос. Пожалуйста. Да, я хочу сказать, значит, в Белоруссии нет разницы между Белоруссией и Украиной, я начал с Волокоса, потому что белорусские архивы закрыты и вряд ли будут в ближайшее время открыты, как и российские. За счет такого аборрационистов, самая большая, это, конечно, Россия. 20% служащих немецкой армии это были бывшие солдаты из России. И достаточно вспомнить даже Уолокотскую республику, где вообще не было Уолокотской республики. Там была самостейная власть, они сами там жили спокойно, в общем, так сказать, и выполняли все указания. Поэтому последняя фотография боснийцев, так вот, боснийцы как раз и спасали евреев. Самое интересное, что они-то оказались как раз это самое. И мусульмане, допустим, Кавказа, многие из них помогли как раз евреев. Ну, мы знаем, пример Албании у нас есть, где тоже так сказать. И Албании, да, и Албании, вот как раз эти страны они имели. Но самое кавказическое, это, конечно, полтора миллиона солдат советской армии воевали на стороне немецкой Германии, но это уже больше у кого-то нет. никакие там ни бельгийцы, ни французы, никого так не было, кроме как русских. Потому что самая такая компания солистская, это была Россия. Я бы... Так можно мне вопрос? Одну мысль просто... Сейчас, Кирилл прокомментирует секундочку. Сказание, Евгений. Я окончаю. Спасибо, Евгений. Безусловно, это колоссальный показатель, число людей, которые воевали, скажем так, носили форму немецкой армии. Не все из них участвовали в боевых действиях. Но, мне кажется, не совсем корректно сравнивать людей, с которыми ставили вопрос в лагере для военнопленных, хотите ли вы, скажем, одеть немецкую форму, взять оружие, воевать, иначе вы останетесь гнить в этом лагере для военнопленных. И добровольцам из Западной и Центральной Европы, которые по зову души, ну, за материальное вознаграждение, никто их не обязывал никуда служить. Они сами, вот сказать, взяли оружие и пошли служить. Это, так сказать, вот как бы вот другая мотивация. То есть, вот я бы сказал, люди из Западной Европы, по моим понятиям, по этому критерию, были куда более мотивированы, чем советские военнопленные. Из них тоже, так сказать, они не все одним миром мазаны, так сказать, были и те, которые, так сказать, стали озверели, но все-таки вот изначально стартовая позиция совсем разная. Окей, и у нас был еще вопрос. У меня вопрос. Можно мне вопрос? Пожалуйста. Ирина Маргулис. Я работаю экскурсоводом в Ядвашем. Я встречалась, мне так повезло, я встречалась с одним очень уникальным человеком. Пока еще мы жили в Америке, он приезжал в наш университет с лекцией. Его зовут пастор Патрик Дебуа. Вы наверняка знаете это имя. Значит, он посвятил свою жизнь тому, что он объезжает бывшие Республики Советского Союза. И в то время, когда мы с ним встречались, он исключительно занимался тем, что он находил места массовых захоронений на Украине. И он тогда написал свою первую книгу, которая называлась «Холокост by bullets», то есть «Холокост пулями». И так он определяет Холокост на территории Советского Союза. То, что людей убивали в лесочке рядом с поселком, где они жили. А два года назад вышла вторая его книга. Я надеюсь, что вы ее тоже читали. И она называется «In a broad daylight». И в этой книге он рассказывает о своих интервью опять же на территории бывших Советских Республик с теми, кто еще остались свидетели. Фактически, те, кто сейчас свидетели, это те, кто были подростками, детьми во время войны и то, что они могли рассказать. И вот по утверждению пастора Дебуа, он считает, что на оккупированных территориях бывшего Советского Союза местное население абсолютно все было пособниками уничтожения евреев. Я хочу узнать ваше мнение по этому вопросу. Ну, так сказать, как бы вот, мне кажется, некое преувеличение было, что, так сказать, абсолютно все, так сказать, не было, нет таких вот таких ситуаций, когда все праведники или все нечистивцы, опять-таки, что значит пособники? Одно дело, так сказать, лично наживаешь на спусковой крючок, другое дело, стоишь в оцеплении, третье видел из окна, четвертое, так сказать, как бы специально не подходил по окну, уже, так сказать, не смотрел туда, потому что примерно знал, что там происходит. То есть, как бы, может быть, с точки зрения. Ну, что он имеет в виду, это, что кто-то должен был вырыть этот ров, кто-то должен был поставлять подводы, кто-то должен был собирать этих евреев и подвозить, кто-то должен был сортировать их имущество и так далее. Он считал, что в тех деревнях и местечках, где жили евреи, местное население было абсолютно полностью задействовано вот в той или иной форме, кто-то по принуждению, а кто-то добровольно, причем большинство именно добровольно. Кстати, я задала пастору Дебуа во время его лекции еще тогда такой вопрос. Я ему сказала, что, ну, вот вы находите места этих захоронений, там 10 тысяч расстреляли, там 15 тысяч расстреляли, а дальше что? Ну, мне казалось бы, что там должны были быть какие-то установленные монументы. Он мне сказал такую интересную вещь. Он говорит, дальше самое главное, чтобы никто об этих местах не узнал. Я говорю, как? Почему? Он говорит, мы первое время ничего не понимали, когда мы через год приехали, весь лесочек засыпан костями. Мешанное население разрывает эти могилы в поисках не найденных немцами украшений, драгоценностей. Ну, тема, надо сказать, еще была, так сказать, в советское время, так сказать, вот как бы охотники за... Да, это присутствует, в Симферополе, так сказать, известная история, и были даже, так сказать, армористы такого рода людей. Я бы сказал так, что в деревнях, ну, так сказать, евреи не так все-таки были преимуществом все-таки городским населением, а еврейское население в деревнях это отголосок бывшей черты оседлости и, соответственно, вот в тех местах, где они еще жили, вот, конечно, в деревнях сложно было, так сказать, как бы остаться безучастным, вот смотреть в пол, когда такое происходит, вот в смысле, что все знали, это да, я думаю, да, можно сказать, что вся деревня знала. Сказать, что вся деревня была причастна к этому будет преувеличение, потому что, собственно, немецкому отряду, который приезжает, ему не нужна совсем была вся деревня для этого дела, было несколько человек для, так сказать, для завершения всей этой операции, вот, а остальная деревня, в общем-то, никого не интересовала. Потом, наверное, все это примерно становилось известным. Я бы сказал, что, вот, вот, смотрите, с одной стороны, можно сказать, коллаборационизм чистой воды, с другой стороны, вот, цивильнейшая, например, страна Франция. И, вот, известный исторический факт, что, на площади перед штаб-квартирой гестапо был такой, так сказать, ящик для жалоб и предложений, куда анонимно принимались, значит, сообщения от населения по интересующим, так сказать, гестапо вопросам. В основном, по воспоминаниям офицеров гестапо, почти исключительно по еврейскому вопросу. И вот население анонимно сообщало, сигнализировало о невероятном количестве евреев, которые скрываются. Это был символ толерантной и просвещенной Европы, свобода, равенства, братства, сколько уже там, еще не 150 лет к тому времени. И, с другой стороны, скажем, вот эти деревни, в которых, в общем-то, в которых отношения между евреями и неевреями были в Восточной Европе, бывшие советские территории, были часто напряженные, население участвовало. Вот в Западной Европе оно не участвовало, оно писало бумаги, которые приводили к каким-то результатам, а в Восточной Европе оно участвовало. Что лучше, вот что назвать настоящим коллаборационизмом, кто сделал это, не запачкав руки, а кто сделал запачкав, вот одному Богу известно. Ирина, спасибо за этот комментарий. Я вижу здесь в чате у нас вопрос названия книг Дебуа. Может быть, вы, Ирина, можете просто написать в чат, чтобы все увидели название книг, которые вы упомянули. Я думаю, нам это будет интересно. И, ну, у нас уже время подходит к концу. Я еще раз, Кирилл, тебе огромное спасибо. Наверное, последний вопрос In a Broad Daylight. In a Broad Daylight. Спасибо. И, наверное, последний вопрос, комментарий, который у нас есть. И мы с вами будем уже прощаться. Время у нас достаточно позднее. Кирилл, еще раз тебе огромное спасибо. Было очень приятно тебя видеть. Спасибо тебе. Спасибо всем. И твою замечательную семью, твоих детей, которые были... им всем давно была пора спать. Я бы сказал, прежде всего, из уважения к участникам нашей встречи, видите, они и вышли. Хотя давно... Великолепно. Все было подготовлено, было сказано давно, чтобы не высовываться, у папы беседа. Вот как, замечательно. Видишь, это наш ответ Холокосту, новое поколение евреев, которое растет. Сознательность самого такого возраста. Моруха Шен. Замечательно. Друзья, если есть еще последний вопрос, комментарий, если нет, то, наверное, мы с вами будем прощаться. Я хотел сказать огромное спасибо Кириллу, огромное спасибо всем участникам этой беседы, огромное спасибо Натану и Лильмот за техническую поддержку. И я всем желаю легкого, осмысленного поста в Йом-Кипур. У нас с вами был непростой год, мне хочется пожелать, чтобы этот год наступивший нам Абба Лену Летова, то, что называется, наступивший нам на благо, чтобы он был годом благословений для всех нас, для всего еврейского народа, для человечества. Всем большое спасибо и до новых встреч, друзья. До новых встреч. Всего самого сада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова